Дорога в искусство Дуэти с волком и с дивертисмента спящей красавицы. Вагановская наследственность – это и культура танца, и культура речи. Там прививается и особенность исполнения, на мой взгляд, и вагановские руки, так называемые. И, на мой взгляд, очень важно сохранять язык, потому что мы так же хорошо или плохо общаемся на сцене с помощью нашего тела. И если мы языком сказать не можем, наше исполнение также выглядит несколько более плоским. В недавнем «Корсаре» блеснули гости из Красноярского театра Мехворостовского и Михайловского из Санкт-Петербурга. Анжелина Воронцова приезжает на фестиваль во второй раз. Казанцы запомнили ее по премьере в спектакле «Жизель» 2017 года в паре с Николаем Цискоридзе. Вы знаете, я очень счастлива, что мое амплуа дает мне возможность танцевать совершенно разные персонажи, начиная от Лизы с тщетной предосторожности и заканчивая и генной в балете «Спартак». Поэтому для меня это большое счастье, что у меня такое есть разноплановое амплуа. У очередного гостя балета «Корсар» Эрнест Латыпову «Своё дорога в искусство», участник шоу «Большой балет» пришел в классику из народного творчества. В Киргизии у моих родителей народные танцы, ансамбль народных танцев, там около порядка 700 человек где-то, наверное. Естественно, там у меня выхода не было, так как родители художественного руководителя этого ансамбля, естественно, я начинал с народных танцев. Ну, естественно, классика отличается от народных танцев, но мне и нравится и то, и это, и так в 10 лет я поступил в Академию русского балета. У зрителей всегда есть возможность сравнить почерк мастеров сцены вслед за очаровательной Амандой Гомес в партии «Феи сирени». Во втором премьерном спектакле «Спящий красавица» впервые на сцену вышла солистка Большого театра Антонина Чапкина, работавшая в Монте-Карло, и итальянской «Ла Скало». В разное время актриса танцевала и фею резвости, и фею нежности. И резвость, например, олицетворяет, естественно, радость тоже, более четкость, и такие же движения должны быть. Нежность олицетворяет, естественно, нежность, любовь, и должны здесь движения быть более аккуратные, более плавучие. Естественно, фея сирени – это олицетворение добра. Несколько лет назад балерина попала в весьма драматическую ситуацию в Милане. Разговаривая по улице по телефону, она попала под трамвай. Увы, в жизни каждого артиста бывают ситуации, когда приходится выходить из наработанного репертуара. Когда вы куда-то бежите, прямо на улице, смотрите по сторонам лево-вправо, не просто прямо, надо, естественно, быть всегда в такой 3D-картинке, потому что может случиться то, что вот случилось со мной, и после уже это главное, это цель. Это мой первый театр, я здесь проработал 5 лет, все-таки я никогда не забуду об этом театре. И пока театральное сообщество обсуждает состояние экс-солиста театра Мни Джалиля, работавшего в Казани, а ныне в Мариинском театре Давида Залеева, который, как известно, упал с электросамокатой, находится в коме, на сцене картинки далекие от грусти и отрицательных эмоций. Разные судьбы, разные истории и разные сюжеты в вечных поисках прекрасного. Дмитрий Пиаваров, Роман Фенин, Максим Зуйков, а также Андрей Гусев. Телеканал Эфир.